доброго всем временем сегодня у нас очередной воскресный эфир меня зовут ведьма ванна если кто еще не знает сейчас включу чтобы видеть ваши вопросы если они будут планшет включу вот ключевая ключевая планшет так вы все собираетесь тема нашего сегодня эфира мы будем говорить о масленице что это за праздник потому что скоро масленица праздник свиты праздник такой приятный потому что на масленицу все пекут блины и это обязательно нужно делать я отвечу на несколько ваших вопросов и в конце дам вам ритуал в подарок чтобы вы могли испечь блины не просто так вот их испечь а именно правильно испечь именно с заговором который принесет вашу жизнь очень много благ очень много так так вот скоро у нас с вами масленица она начнется 22 28 февраля и продлится неделю до 6 марта и в эти дни всегда на руси праздновали масленицу что это за праздник масленица да само слово говорит за себя это масло да то есть ассоциируется естественно праздник масленица с маслом то есть это должно знаете вот люди призывают в эту неделю в сытую и ладную жизнь всегда так было да сейчас ну когда христианцы пришло вообще на рус то естественно они все 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 украли да и под себя начали каждый праздник то есть от себя его подгонять и масленица тоже каким-то чудным образом также знаете вот ну и стали считать как христианским праздником но это не христианский праздник православный и это праздник вот православный праздник так можно назвать можно назвать масленицу потому что Православие – это правильно славить Ра, то есть те энергии Ра, токи светил, которые вообще, ну, как бы, дает земле, да, вообще все это. Вот, и поэтому, конечно же, православным праздником Пасху в Масленицу можно назвать, но никак не христианским, потому что, ну, христиане, они вообще, ну, как бы верят, они в Ра, да, и правильно не славят. Они верят в Иисуса Христа, и поэтому к православию это вообще никакого отношения не имеет, это они так себя опять называют, но это неправильно, и мы все уже с вами об этом знаем. Вот, поэтому, как встречать Масленицу, как нужно встречать правильно Масленицу? Ну, во-первых, да, конечно же, нужно украсить свой дом всем, что для вас ассоциируется именно с солнышком, с солнцем. То есть, этим нужно украшать свой дом. Ну, и, конечно же, печь блины. Блины обязательно, да, ну, желательно в самом случае кушать с чем-то сладким, что притягивает в свою жизнь энергии сладости. Как бы, понятно, что это и с маслом, и со сметаной, все это всегда готовилось и кушалось, да, но, тем не менее, конечно же, еще и хорошо, если это будет мед или варенье. То есть, тоже очень хорошо. И тогда вы в свою жизнь притянете не только, да, вот энергии, вот такие вот масляные, да, именно богатство, изобилие, но и энергии сладости. То есть, именно сладкую жизнь. И в эти дни у Алены Полынь будет два ритуала, которые наш учитель Алена Полынь будет проводить для вас с 28 февраля по 6 марта. То есть, это один ритуал. Широкая масленица, которая притянет энергию живы, то есть, усиление тела. То есть, это закричка будет энергии живы для вас, потому что, ну, энергия живы нужна каждому, чтобы было хорошее здоровье, чтобы не болеть. И энергия живы, конечно же, нужна. И также, также будет второй ритуал для вас. Это как сыр в масле. То есть, в этом ритуале, в вашу жизнь притянутся именно энергии, знаете, вот, ну, финансовые. То есть, это очень сильно этот ритуал раскачает финансовый поток. И он усилит, да, притянет еще, усилит именно те финансовые, как бы, финансы, которые были у вас в роду. То есть, это раскачает. То есть, очень сильно раскачает финансовые потоки. Поэтому, конечно же, обратите на это внимание. Не пропустите, потому что, ну, такие подарки от Алены Полынь, ну, это очень важно и очень ценно для каждого, для каждого из нас. Поэтому, конечно же, об этом нужно помнить. Вот, значит, что еще хочу сказать о Масленице. То есть, празднуется она вообще целую неделю. И каждый день, естественно, что-то обозначает. То есть, каждый день пекутся блины и угощаются те, которые, ну, те люди, которые, ну, очень важны, да, в вашей жизни. Вот. И на сайте Империи сильнейших ведьм вы можете зайти и посмотреть большую-большую статью, а также видео от нашего учителя Алены Полынь, где Алена Полынь рассказывает о каждом дне. То есть, как он называется, как его правильно проводить, как правильно вообще что-то делать. И любой праздник – это ритуальное действие. Это именно ритуальное действие, праздник. То есть, это путира, да, пути, ну, путира, то есть, это токи светил. И поэтому праздновать нужно правильно, а не просто так, вот, как обычно люди привыкли это делать, да, накрыли стол еще, наставили там алкоголя и так далее. И это уже, ну, это уже, знаете, ритуальный, получается, праздник. Но когда вот алкоголь, то это еще и ритуально притягивается без алкоголя. А потом люди не понимают, почему так произошло, почему в семье начали, ну, как бы, ну, становиться алкоголиками, там, дети, и либо муж, либо еще кто-то из родных и близких. Потому что при вот таких вот ритуальных действиях на праздниках притягиваются духи алкоголя. Конечно же, мы с вами об этом знаем, благодаря Алене Полы, нашему учителю. И, конечно же, об этом никогда не забывайте и обязательно помните. Вот, то есть, это все вы можете прочитать, да, потому что там очень много, это очень интересно. И на сайте Империи сильнейших ведьм есть эта вся информация. Вот у меня сегодня здесь блины, вот, я их испекла, испекла правильно. И ритуал, который я делала, я вам в конце нашего эфира обязательно дам. Также со мной сегодня вот помогает мне Дед Золотой, который недавно приехал в магазин Кудеса-Чудеса. Очень мощный дух, который притягивает также денежные энергии, то есть денежные потоки, вообще финансы просто как магнит притягивает. Вот, поэтому у меня здесь сегодня вот блины, камни, которые также притягивают финансовые потоки, шар. Вот, что у каждого должно быть на денежном алтаре, ну, по факту. Вот, и хочу коснуться, значит, вот такого интересного момента, что вот, значит, седьмой день это день воскресенья, да, и он считается как прощенным воскресеньем. То есть в этот день принято у всех просить прощения. Вот, так, да, действительно, в этот день нужно просить прощения, вот, если вы кого-то обидели. Но вы здесь должны очень четко понимать, что просить прощения можно лишь у того, у кого вы действительно обидели. Не так, что, знаете, как вот принято, всем рассылают смс, и прости меня, вдруг я тебя там обидела, или просто вот встречаются на улице и говорят, вот, прости меня, вот сегодня вот такой праздник, и вдруг я тебя когда-то, когда-то там обидел или обидела. Так вот, это очень опасно. То есть если вы действительно обидели человека, и вы об этом знаете, то тогда да, тогда да, конечно, в этот день можно и нужно попросить прощения и обязательно чем-то угостить, ну, лучше чем-то сладеньким. Вот, и тогда, ну, не будет, да, вот этих вот энергетических задолженностей именно между вами и тем человеком, кого вы обидели. Вот, а также если вы обидели кого-то, кто умер уже, и их нет в живых, и вы чувствуете, да, что вот, ну, как-то вот вам не очень комфортно, и действительно какая-то вот задолженность, да, существует, то также в этот день вы можете зажать свечу, поставить фотографию того человека, у кого хотели бы вы попросить прощения, и поставить помин, естественно, белый хлеб, молочко, и попросить прощения. Но тут тоже есть одно большое но, что если вы очень сильно этого человека обидели, очень сильно, и вы понимаете, что вы, прям, знаете, вот, ну, виноваты перед ним, то сами тогда вы не сможете. То есть тогда, конечно, лучше обратиться к нам, чтобы мы провели ритуал прощения, либо к Алене Павловне, и тогда, ну, как бы будет, ну, все иначе. Так же точно, как и если вы у человека просите прощения, просто у того, кого вы даже, ну, не знаете, обидели вы, не обидели, то если вы вот у такого человека просите прощения, которого вы по факту не помните даже, обидели, не обидели, так, на всякий случай, то есть на всякий случай, естественно, просить прощения не нужно, потому что вы себя поставите перед вселенной, да, в позицию жертвы, и тогда это, ну, очень плохо. То есть в этот день просим прощения только тогда, когда вы действительно обидели человека. То есть вы это четко должны понимать, вы это четко должны понимать и не делать вот таких ошибок, очень распространенных вот у людей, да, потому что в этот день вот просто бездумно, да, подходит, ой, вот сегодня воскресенье, вот ты меня там прости, за что прости, да, вдруг вот нужно, да, вдруг там я где-то как-то, как-то вот обидела. Если вы не помните, обидели вы человека или не обидели, значит, не нужно ни у кого ничего просить. Вот, поэтому вот такой замечательный, сладкий, вкусный, сытный праздник нас скоро с вами ожидает. И его, конечно, нужно встретить правильно, поэтому у вас есть для этого все возможности. И наш учитель Алена Полынь все делает для того, чтобы мы с вами все праздники, да, и не только праздники, чтобы мы, в принципе, жили правильно и не делали тех ошибок, которые потом очень плохо, да, отражаются вообще на жизни в целом. Поэтому, поэтому нужно, конечно, это все помнить. Так, вот у меня здесь, значит, несколько вопросов написали. Так, несколько вопросов. В принципе, когда мы делали рекламу прямого эфира, я написала, да, что отвечу на ваши вопросы. Ну, это нужно, конечно, ну, просто, что я здесь вот, когда идет прямой эфир, я отвечу. Но, тем не менее, здесь написали несколько вопросов. И вы знаете, я отвечу на эти вопросы, потому что, вот, интересные вопросы. Вот один такой из таких интересных вопросов. Уважаемая ведьма Лана, вопрос такой, как узнать, что твоя миссия на земле требует одиночества, и таким образом женщина может быть счастлива сама по себе, то есть одна, а не в семье, не в отношениях. Учитель Алена Полынь сказала, что такие исключения редко, но возможны. Как понять, являюсь ли я тем самым исключением, какие могут быть признаки, и какие виды миссии на земле могут предполагать такое одиночество? Ну, далее написала. Дарья, значит, смотрите, такое действительно есть, да, оно действительно существует. Это очень редкие исключения, когда человек действительно, ну, у него такая миссия быть одному. Но это, Дарья, предполагает отшельничество. То есть это не нахождение в соцсетях, то есть это не нахождение там в Инстаграме. То есть человек вообще вот просто отшельник. И, естественно, если у вас такая миссия, то не узнать об этом, ну, это невозможно. Поэтому это точно не про вас, потому что вы очень активная Дарья, вы часто задаете вопросы, вы пишете, да, и вы ведете такой активный образ жизни. Поэтому это точно не про вас. Вот, другой вопрос, почему, да, так получается, что если вы такой вопрос задаете, что вот, ну, как бы вы до сих пор, да, не можете найти там свою вторую половину, свою любовь. Вот, здесь уже, конечно, нужно разбираться. То есть отшельничество и вот эта миссия такая великая, глобальная, это, ну, чуть-чуть другое. Поэтому здесь, конечно, нужно проводить, ну, разные виды диагностики, чтобы действительно понять причину, почему так получается. И причин может быть очень много. И это с помощью регрессии можно также, ну, попробовать посмотреть причину того, что вот так вот получается, да. Либо вы сами, ну, не можете, да, как бы определиться то, что вы хотите. Если там уже нет никаких отягощений, нет венцов безбрачия, да, печати, одиночество, есть доля, все это есть. Поэтому здесь нужна диагностика обязательно. И нужно выявлять причины. Причины, почему так получается. Так, значит, тут еще вопрос просто уже следом шел. Более двух лет назад я заказывала в парапсихологическом центре ритуал отзеркаливания. Так как защита действует примерно год, скажите, пожалуйста, как правильно утилизировать зеркало? Что с ним делать? Спасибо за ответ. Значит, здесь Валентина пишет. Валентина, значит, такой оберег через год, да, действительно лучше утилизировать. Его нужно утилизировать. То есть вы относите его под дерево и прикапываете. И кладете рядом монетки, благодарите за службу. И, собственно, все. То есть это относится из дома, выносится и закапывается. Так, вот у меня еще один вот такой же вопрос. Тоже весьма интересный. Здравствуйте. Меня давно мучает такой вопрос. Почему так сложно бороться со смертью? Дело в том, что я довольно успешно практикую магию. Мне удается менять многое. Ситуации, обстоятельства и прочее. Но вот уже несколько раз, когда кто-то умирает в больнице или дома, я пытаюсь помочь, но никак не выходит. Делаю перекрытия, ритуалы, руны, тару, молитвы. Неревгиозные, конечно, но смерть сильнее. Иногда это еще и подогревается тем, что за человека молятся в христианском и Грегоре. А я одна, мне не удается выиграть этот бой. Как бы я не хотела помочь. А недавно я пыталась спасти собаку, но смерть победила. Хотя по сну увидела, что мои старания все же облегчили муки ей очень сильно. Вот и родился вопрос. Имеет ли смысл вступать в борьбу такого плана? Есть ли знания закрытого раздела на эту тему? Или все-таки невозможно в такой войне выиграть? Конечно, проблема еще в том, что меня просят помочь, когда уже все на грани. Спасибо вам заранее. С уважением, Дарья. Вот еще один вопрос от Дарьи. Значит, Дарья. Бороться со смертью невозможно. Этого делать ни в коем случае нельзя. То есть ведущие люди. И, ну, как бы вы говорите, что вы успешно практикуете, что вы успешно делаете какую-то работу, которая, вот, что у вас там получается и так далее. То каждый ведущий человек, ведьма, она знает, что со смертью бороться нельзя. То есть со смертью мы только можем договариваться. То есть невозможно победить смерть, с ней можно договориться. И можно как-то, если она опять согласится по своей такой милости, да, то, конечно, можно как-то вот продлить жизнь человека на земле. Но это только в том случае, если смерть сама это разрешит. То есть возможно с ней договориться. Поэтому, то есть нельзя, нельзя абсолютно вступать со смертью в конфрактацию. Тем более еще и бороться с ней. То есть вы же понимаете, что вы не победите. И если вы, ну, как бы, Дарья, будете продолжать в подобном духе борьбу со смертью, то это может очень печально кончиться. То есть здесь я просто хочу предупредить вас, чтобы вы не делали вот таких опрометчивых поступков, таких опрометчивых различных ритуалов и не боролись с ней, потому что это невозможно. Чтобы вообще делать подобные ритуалы, то, конечно, здесь нужно пройти посвящение. Здесь нужно, у Алены Полын, здесь нужно пройти обучение. И это все очень, ну, как бы, время, да, имеет время и опыт. Поэтому, вот мой вам совет, лучше подобные ритуалы не делать, потому что, судя по вашему письму, я понимаю, что вы ничего об этом не знаете. Поэтому лезть и конфликтовать со смертью, это очень опасно и может кончиться очень плачевно. Вот, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так, и вот еще один вопрос. Добрый день, ведьма Лана. Подскажите, пожалуйста, как поступить в такую ситуацию? Моя бабушка, тетка и две сестры ставят на меня крадники, магича. Еще в первом браке вторая сестра влезла в семью, переспав с бывшим мужем. Познала двойное предательство и мужа второй сестры. Они на этом не остановились и пытались лезть и в семью к моей младшей сестре после моего рождения. Окрашения стали. В общем, здесь длинный вопрос. Вопрос вообще в чем? Вопрос, стоит ли их отсекать от рода или возврат вражения? Ну, это мой род. Как быть в этом случае? Значит, как быть в этом случае? Если вы уже настолько устали от таких родственников, да, то, конечно же, после диагностики, после просмотра вашей ситуации можно отсечь их от рода. Но вы четко должны понимать, что с этими людьми вы больше никаким образом общаться не должны. Что же касается отката вражения, то вы должны четко понимать, что вы не имеете права делать откат вражения внутри своего рода. Это очень и очень нехорошо. И это ударит и по вам в том числе. Поэтому, что в этом случае делать? Ну, здесь, да, либо отрезать от рода, либо ставить постоянные защиты. Потому что, ну, слабый род, и вот люди не всегда ведут, что творят. Поэтому, либо отсекать, либо ставить постоянно защиты. Ставить постоянно защиты и себя оберегать от такого, от таких вот родственничков. Потому что, ну, такое постоянно на самом деле случается. Очень часто, да, очень часто, что рода у всех слабые, и внутри рода происходит вот такое вот. То есть, это кошмар, это хаос. То есть, люди друг друга ненавидят. Мало того, что ненавидят еще, ну, как-то, да, ладно. Но они еще и делают ритуалы, которые вообще нельзя делать. То есть, ритуалы в минус. На своих кровных родственников и некровных родственников. То есть, те, которые у вас в роду делать ни в коем случае нельзя. Это чревато откатами, это чревато проблемами. Поэтому здесь все четко запомните. Будет ли недельный ритуал на Масленицу? Ну, пока не могу сказать. Следите за нашими новостями. Если это будем проводить, то тогда вы об этом увидите. Ну, здесь вот опять этот же вопрос. То есть, если отрывает свекровь, она может быть общаться? Нет. То есть, вы должны понимать, что если вы человек отрезаете, может, тоже в вашем роду, что если вы ее отрезаете, то здесь какое общение? Жена младшего брата постоянно гадит. Тоже откатить ей нельзя? Нет, конечно. Конечно, нельзя. То есть, ваш брат, женившись на вот этой женщине, он сделал свой выбор. И она также вошла в ваш род. Откат делать нельзя. Отрезать от рода можно, откат делать нельзя. Но опять, если вы отрезаете от рода, то вы должны понимать, что дальше все, общение никакого быть не может. Поэтому вообще никак нельзя уже общаться. Так, ну что, сейчас хочу вам дать ритуал. Вот, возьмите там листочки, ручки. Если нет ни листочков, ни ручек, то, значит, посмотрите в записи еще раз. И когда вы на Масленицу будете делать блины, да хотя можно, знаете, не только на Масленицу, просто на Масленицу это будет энергетически очень емко. Потому что именно вот дни такие, именно дни празднования. Поэтому праздник нужно провести как ритуал. Потому что это ритуальное действие. Вы без Масленицы можете также, когда будете делать блины, то можете читать этот заговор и, естественно, притягивать постоянно в свою жизнь те блага, которые вы начнете оговаривать. Так вот, или сам ритуал. Значит, когда вы взбиваете тесто на блинчики, то вы, значит, вы взбиваете тесто, и неограниченное число раз, можно говорить, пока вы все это делаете, вы постоянно оговариваете вот такие слова. Тесто мною мешано, в тесто блага замешаны. Блинчики на Масленицу я испеку. Кто блинчики мои кушать станет, тот богатым, счастливым и здоровым быть не устанет. Так и есть. Благ не счесть. Заклинаю. Говорить нужно неограниченное число раз. То есть пока мешаете, пока все это замешиваете, вы говорите. И, естественно, когда вы будете такими блинчиками угощать своих родных, близких, либо тех, кого вы действительно считаете близкими людьми, пусть это не родные, но есть у каждого человека, ну пусть не у каждого, но много у кого именно те близкие люди, которым вы же хотите пожелать, чтобы они были богатыми, счастливыми и здоровыми. И поэтому вы можете угощать на Масленицу вот такими волшебными блинчиками. Давайте я еще раз повторю, кто не успел записать. Значит, тесто мною мешано, в тесто блага замешаны. Блинчики на Масленицу я испеку. Кто блинчики мои кушать станет, тот богатым, счастливым и здоровым быть не устанет. Так и есть. Благ не счесть. Затклинаю. Вот, я рада дать вам этот ритуал, потому что каждый человек, он по праву своего рождения достоин быть и счастливым, и богатым, и здоровым. И, конечно же, не забывайте о том, что счастливым человеком может стать лишь тот, кто не отягощен религиозными печатями. То есть об этом тоже не забывайте, потому что счастье, что такое счастье? Счастье – это часть того большого, что Матушка-Земля дает вам по праву вашего рождения. И вы этот кусочек счастья получили. И это вы должны быть и богатыми, и счастливыми, и здоровыми, и все у вас должно быть хорошо. Но когда человек под христианским эгрегором, в частности, под христианским эгрегором, ну, религиозный эгрегор, каждый забирает, да, вот, блага, но христианский – это просто вот сжирает. Вот. И, естественно, вы не забывайте о том, что если вы в христианском эгрегоре, то, естественно, все это счастье забирает кто? Христианский эгрегор. То есть вы на заклане отдаете ему все свое счастье. И поэтому счастье, оно уходит, уходит христианский эгрегор. И человек начинает страдать. Поэтому вы тоже не забывайте. И кто еще не знает, что у нас в империи сильнейших ведьм проводится ритуал крошения. То есть это снятие печати религии и подключение к токам светил. И чтобы быть всегда здоровыми, счастливыми, успешными, конечно, нужно избавляться от религиозных печатей и жить нормально. Потому что, чтобы токи светил, они освещали вашу жизнь, ваш разум. Так. Ох, ну все, у меня слетело. Ну, в принципе, нас и время подходит к концу. Поэтому я вас еще раз поздравляю с наступающими такими сладкими, сытными праздниками эта масленица. И теперь вы знаете, да, что встречать маслениц нужно правильно, чтобы получить в свою жизнь те блага, которые вы можете получить. До новых встреч!